Просто удивительно, как меняется восприятие от того, где ты находишься. Как говорится, человек, который находится на тонущем корабле, видит всё по-другому, чем тот, кто сидит на краю бассейна. Так что, находясь в безопасной Канаде, я испытывала благое негодование по поводу детской книжки, который является бестселлером уже в течение 80 лет. Вот эта детская книжка. Я тут собиралась говорить о том, что эта книжка написана для родителей, а не для детей. И хотя она заявлена как демонстрация безусловной материнской любви, на самом деле это книжка о гиперопекающей маме. Сюжет сказки состоит в том, что зайчонок собирается убежать от мамы, и он говорит, что я стану рыбой, мама говорит, я тебя поймаю, или он говорит, что я стану цветочком, мама говорит, я стану садовником и тебя найду. Мне казалось, что мама такая навязчивая, что вместо того, чтобы поддерживать своего сына, она постоянно за ним гоняется. Но моё отношение к этой книжке совершенно изменилось, когда я узнала, что эта книга была написана в 1942 году, в самый разгар Второй мировой войны. Слова, которые мне резали ухо, теперь звучат совершенно по-другому. И я думаю, они будут звучать совершенно по-другому и для миллионов российских мам. Так вот, сейчас, когда я прочитала эту книгу другими глазами, как мама 1942 года, и как современная российская мама бы это прочитала, ты сразу представляешь не маленького зайчонка, который хочет отправиться в путешествие, а представляешь своего сына, которого забирают на войну. И, например, когда он говорит, я стану птицей и улечу от тебя, ты начинаешь воображать, что его возьмут в пилоты. Когда он говорит, я стану лодкой и уплыву от тебя, ты думаешь, что его возьмут в моряки. И ответы мамы просто ранят сердце. Если ты станешь птицей, я стану деревом, куда ты вернёшься домой. И когда ты станешь лодкой, я стану ветром. И унесу тебя туда, куда я хочу. Мама хочет защитить своего сына, потому что ветер сейчас дует совершенно не в том направлении, куда мамам хочется. И мама обещает сыну, что она дойдёт до него по воздуху. Хочется, чтобы наступило время, когда мамы перестанут беспокоиться за своих мальчиков. И наконец-то станет возможным воспринимать эту сказку как пережиток прошлого. Удачи всем нам!